Замечательно. Замечательно. Это нажималка. Я, собственно говоря, про что хотел рассказать быстренько. Есть мнение, что на Linux железо не программируют, кроме ядерных программистов. Но я хотел просто показать пример, как примерно можно это организовать. Собственно говоря, я притащил железку. В данном случае будем говорить только про SM32. Понятно, что с ARM все еще гораздо лучше, потому что у Arduino они старались быть как раз платформенными. Эти старались чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, здесь можно оставаться практически полностью опенсорсным и работать непосредственно железом. Ну, вот тут я хотел прорекламировать наших китайских друзей, которые делают вот такую платку под названием Apple Mini. Значит, она стоит 4 доллара. Ее замечательное свойство в том, что из нее же делается программатор для нее. но, правда, значит, к сожалению, его самого запрограммировать можно просто через переходник на компорт. Ну и навесив пару резисторов, вот получается такой вот программатор для другой вкладки. Ну, в принципе, понятное дело, что ее можно и через среду разработки программировать, но это как бы не наш путь. Значит, ладно, дальше. Значит, нам понадобится, понятное дело, компилятор. Ну и сейчас в большинстве дистрибутивов компиляторы под вот эти вот платы, они называются Arm Non Yabi. Надо отличать от обычных компиляторов, которые для Linux используются. Ну, они как бы доступны в пакетах. Для Debian, по крайней мере, в последних версиях доступны. Значит, надеюсь, для Red Hat тоже. Значит, ну, во-вторых, вот для работы именно с этим программатором есть тоже свободная программка ST-Link. Ну и после этого, значит, обычным ремонт-тарджетом можно подключаться к GDB, к этой плате. Ну и, в принципе, чувствовать себя как дома, то есть отлаживать практически как приложение на своем компьютере. Значит, ну вот насчет библиотек, значит, еще что хотелось отметить. В принципе, свободно доступны, ну, свободно в том смысле, что они с открытыми исходниками. Есть библиотеки непосредственно от вендоров STM32 процессоров. Ну вот я что хотел прорекламировать, что есть такая замечательная еще библиотечка LePoPenCM3, которая вот как раз для всех таких девайсов, значит, там есть куча примеров, но и главное, что она вот именно заточена, так сказать, под линуксоида, то есть там make-файлы, там, значит, фактически вот полностью тот чейн, к которому мы привыкли. Значит, ну, в общем, как бы можно ее скачать, значит, там просто скомпилировать примеры, залить с помощью такого программатора на девайсы и получать удовольствие. Ну вот, собственно говоря, все. Спасибо.